Первые башенные часы в Бийске должны были появиться именно здесь. В кирпичной кладке бывшего Казанского народного училища даже место под них предусмотрели. Но из-за революции куранты здесь так и не появились. Сегодня в этом здании расположена четвертая старейшая школа в Бийске. А вместо одних часов хранятся тысячи механизмов. Производство разных стран мира. Швейцарии, Германии, России, Японии, Китая, Южной Кореи. В коллекции музея есть часы всех 17-часовых заводов СССР. Музей официально часов мы открывали еще 30 апреля 2010 года. На момент открытия музей содержал 450 экспонатов и находился всего лишь навсего в одном кабинете, в учительской школе. Теперь посетители музея могут побывать и в купеческой гостиной, и в советском магазине часов, и в часовой мастерской. Всю коллекцию разделили на 8 тематических секций. Расширить площадь единственного за Уралом музея часов удалось благодаря поддержке фонда социального содействия Александра Прокопьева. На выигранные в конкурсе грантов 200 тысяч рублей здесь отремонтировали комнаты и приобрели стеллажи для экспонатов. Спасибо однозначно, спасибо фонду Прокопьева и всем нашим жителям и неравнодушным к данным экспозициям за то, что они принесли сегодня столько много часов. Старейший экспонат – карманные часы начала 80-х годов, производства Германии. Первого врача Бийска, основателя медицинского дела города Георгия Прибыткова. В собрании есть часы-балалайка, часы-сковорода. А под тиканье этих гигантов принимались важные решения в жизни Бийска. Эти напольные часы стояли в кабинете глав города. Музей часов дает возможность ребятам через экспонаты узнавать о разных исторических эпохах, либо даже ознакомиться с какими-либо историческими событиями, узнавать о людях, которые делали эти часы, или о людях, которые ими владели. И сегодня мы видим то, что этот музей становится достаточно популярным местом для встреч, причем встреч людей разных поколений. И можно сказать образно, что здесь стирается время. И даже, наверное, сходятся в интересах разные поколения. А вот еще один настоящий раритет. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев подарил музею рабочие аптекарские часы 19 века. Часы настенные, они с недельным заводом и в таком настоящем дубовом корпусе. К сожалению, об этих часах неизвестно, кто ими владел, но я думаю, что у ребят будет возможность провести эту исследовательскую работу и выяснить, кто ими на разных этапах жизни этих часов, кто ими владел. Я думаю, что для них это будет не только интересно, но и полезно. Все часы вызывают настоящий трепет у школьников, у детей здесь проходят внеурочные занятия. Они под руководством хранителя изучают, исследуют и даже самостоятельно проводят экскурсии для посетителей. На мой взгляд, часы добавляют какой-то мужественности, возможно, элегантности. Это дополняет мужчину. А девочкам? Ну, девочкам тоже, естественно, это добавляет какого-то шарма, красоты. В музее часов времени даром не теряют и уже думают над дальнейшим улучшением экспозиции, пополнением. Музей музеем, а время на месте не стоит.